Магнитогорск 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 Пляжи в городе Металургов пользуются огромным спросом. В жару просто не протолкнуться. Официально купальный сезон в городе открывается 1 июня. А в Челябинске он стартовал уже в этот понедельник. Правда, желающих залезть в холодную воду в областном центре пока немного. Награду за профессионализм получил столевар ПАО ММК Максим Гавриков. Украшение огня он предпочел военному делу и сегодня один из лучших сотрудников месяца. Максим Гавриков рассказывает, отец был столеваром, но ушел в военное дело. Максим тоже служил в армии в элитной гвардейской бригаде спецназа, но после решил стать столеваром. Готовит к работе печи, заправляет, шехтует, загружает металлом. Говорит, тут прямо высокая кухня. Вот как суп варят, когда варишь мясо, получается пенка такая. У нас также шлак получается. Мы его скачиваем, ну, сам сходит, можно сказать. Выводим из печи вместе с вредными примесями. Красоту искрящегося металла, признается Максим, не перестал восхищаться даже после 9 лет работы. Говорит, электросталеплавильный цех ПАО ММК уникален. У нас вообще уникальный агрегат. Он перерабатывает то, что ни один агрегат не переработает на комбинате. Большие объемы. Шехта такая, которую ни электропечи не возьмут, даже в конвертер не завалят. А еще только здесь у столеваров вместо огромных кассок легкие кепки и темные очки. А в цех выходят в новом облегченном костюме. Максим признается, свою работу любит. Видят это и коллеги. Максима Гаврикова или, как его зовут, в коллективе Максима Сергеевича ценят не только за профессионализм. Мастер участка электросталеплавильного цеха ПАО ММК Михаил Богданов рассказывает. У нас как-то повелось. Максим Сергеевич, Максим Сергеевич, тоже после как-то одного интервью, у него там нечаянно перепутали имя отчество, сделали Сергея Максимовича. И вот мы как бы подкалывали его, так сказать, из добрых побуждений. Отзывчивый, всегда на позитиве, всегда поможет. Неудивительно, что Максим Гавриков стал лучшим в профессии и сегодня продолжает учиться новому. Максим получает уже высшее образование, учится на втором курсе в МГТУ. С 29 мая по 5 июня в Магнитогорске пройдет фестиваль театров малых городов России. В нем участвуют 16 коллективов из разных регионов страны. 30 мая состоится торжественная церемония открытия на набережной тыл фронту. Начало в 18.00. Для жителей и гостей города прозвучит спектакль-концерт «Онегин. Лирические отступления» в постановке Марины Брусниковой с участием знаменитых актеров театра и кино Евгения Миронова и Марины Александровой. По задумке режиссера, история будет вестись не от Евгения Онегина и Татьяны Лариной, а рассказчика доброго приятеля Онегина. Именно на его размышления лирические отступления и предлагается обратить внимание зрителям. Билеты уже доступны на сайтах театров. Фестиваль примут на своих площадках Магнитогорский Академический драматический театр имени Пушкина, Магнитогорский театр оперы и балета, Дворец культуры и металлургов имени Сергор Джейнкидзе. И о погоде. В Магнитогорске 18 мая облачно и дождливо, на термометре плюс 15 градусов. Ветер северо-восточный, 6 метров в секунду, атмосферное давление 732 миллиметра ртутного столба. Это была программа Вести Магнитогорск. Хорошего дня! Редактор субтитров А.Семкин